Привет всем любителям бокса. The Link News говорит о том заявлении, которое сделал Энди Руис. Напомню, что касается оно следующих, скажем так, месседжей. Первое, что Энди Руису абсолютно наплевать, что думает Эдди Хирн, какой он контракт подписал с Эдди Хирном, на желание Энтони Джошу ему вообще, скажем так, с прибором. И самое главное, что Энди Руис говорит, я, дескать, чемпион, я устанавливаю правила игры, я ставлю условия. И согласно этим условиям, я не буду ни под каким предлогом приезжать в Великобританию и проводить поединок там. Бой состоится либо в моем родном Лос-Анджелесе на арене Степпл-центр, либо мы будем в Мэдисон-Сквиагарде, Нью-Йорк-Сити. Там он еще говорил про Лас-Вегас и МГРАН. Ну, в общем, МГРАН слишком большая площадка для Энди Руиса и Энтони Джошуа. Но за семь. Энди Хирн сказал, что надеется, что Энди Руис трезвомыслящий человек, и он подписал контракт. И теперь возникает вопрос, почему Энди Руис, который, казалось, довольно-таки скромный молодой человек, вдруг начинает говорить такими напыщенными словами и откровенно, в общем говоря, не уважает контрактные обязательства, потому что есть контракт, есть твоя подпись. И если что-то не так, и тебе не нравится, все в конце концов решается в суде, где судья говорит, ну, видели глаза, что руки подписывали. Собственно говоря, какие теперь могут быть претензии. Но здесь расклады немножко другие. Я много раз говорил о том, что мир бокса, да, вот тот, который видим мы, это вот такая вот верхушечка айсберга. А основные все действия, они вот под водой, они за кулисы, мне их не видно. Начнем рассказывать. Эл Хейман, это промоутер Энди Руиса, а также владелец платформы PBC, премьер боксинг чемпионшип, который работает с шоу-таймом. И это огромный медийный ресурс, и самое главное, это очень мощный финансовый ресурс. Эдди Хирн, который работает с платформой Дозон, это тоже ресурс немаленький, но все-таки по объемам популярности именно для Соединенных Штатов Америки, премьер боксинг чемпионшип и шоу-тайм более глобальный, для Америки, вот конторы Эл Хеймана и шоу-тайм более глобально, вот по важности. И получается, что Эл Хейман, который работает с Диантеем Уайлдером, который в очень хороших отношениях с Бобом Арумом и, естественно, с Тайсоном Фьюри, вот, начинает вести свою игру. То есть ему, собственно говоря, поединок, матч-реванш против Энтони Джошуа не нужен, да. Почему? Потому что во втором поединке Энди Руис может проиграть, и тогда история вот Синдерала Мэн, то есть Золушки, вот, может быть развенчан, да. Да, Энди Руис так и останется хорошим парнем, которому один раз повезло, вот, ну, весь фарт, собственно говоря, взял и вышел. Поэтому Эл Хейман начинает свою игру, потому что ему важно свести Энди Руиса, допустим, с Тайсоном Фьюри, либо напрямую с Диантеем Уайлдером, и это будут совсем уже другие деньги, совсем другой интерес. Поэтому, скорее всего, вот, такие посылки, такие мессенджи Энди Руис, вот, и выдает, ну, а эти мессенджи вложил у него, естественно, Эл Хейман. Теперь давайте перенесемся к Эдди Хирну. Эдди Хирн прекрасно понимал, что второй поединок Энтони Джошуа против Энди Руиса может закончиться не так, как, собственно говоря, все рассчитывают. Прекрасный, прекрасный выход, если Энтони Джошуа бахнет Энди Руиса и заберет свои пояса чемпионские, тогда Эдди Хирн на камне. А если проиграет, Эдди Хирн, скажу вам честно, не очень уверен в победе Энтони Джошуа. Поэтому Эдди Хирн и делает многоходовочку. Помните о том, что Александр Усик, не проводя еще ни одного поединка в Керевейте, становится обязательным претендентом в тяжелом весе. То есть он первый претендент по версии WBO. А после реванша Энтони Джошуа против Энди Руиса первую защиту победитель будет проводить именно по версии WBO. Естественно, это будет Александр Усик. И опять командовать этим парадом, собственно говоря, будет Эдди Хирн, поскольку контрактные обязательства, когда Энди Руис подписывал контракт, он взял на себя обязательства опциона. То есть он становится бойцом Эдди Хирна на три ближайших поединка. Ну бойцом, конечно, вот в кавычках, то есть у него есть права, есть обязанности. Но он должен будет под Эдди Хирном провести три последующих поединка. И Элу Хейману, в принципе, вот пояс WBO вообще не нужен, он не является популярным в Соединенных Штатах. Америки, опять же, если им не владеет боец, который, собственно говоря, которого Америка хочет видеть. Так вот, Эл Хейман, как мне кажется, готов пожертвовать титулом чемпиона мира по версии WBO, отдать его на откуп Эдди Хирну. Таким образом, Энди Руис будет защищать свои три пояса. Там WBA Super, WIBF и плюс еще IBO, который тоже никому не нужен. Вот в своих последующих поединках титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации становится вакантным и за него уже могут бороться или первый номер рейтинга Александр Усик и второй номер рейтинга, допустим, Энтони Джошуа. В подтверждении своих слов по поводу того, что титул чемпиона может быть оставлен, Энди Руис, собственно говоря, связан все-таки обязательствами с Эдди Хирном. Недаром Эдди Хирн говорит, в чем довольно-таки жестко, что Энди Руис подписал контракт, будь осторожен, каминное поле. Помните Крис Бёрд, который заменил Донована Радека для поединка с Виталием Кличко, побеждает Виталия и, естественно, Крис Бёрд хочет защищать свой титул. Сначала возникла кандидатура Олега Маскаева, поскольку Крис Бёрд, Олег Маскаев были на промоутерстве у Садика Кушнера, но потом, опять же, вроде бы не Олег Маскаев, поскольку Клаус Питер Коль против возникает Кори Сандерс, южноафриканец, который был тоже на контракте у Садика Кушнера, но, увы, мы помним, что Крис Бёрд так и не провел ни одной защиты, а сразу вышел в рим против Владимира Кличко, то есть Клаус Питер Коль держал его на коротком поводке, не давал боксировать в угоду своих интересов, точно так может поступить и Эдди Хирн. И второй вариант, когда Кори Сандерс побил Владимира Кличко техничным нокаутом во втором раунде и понял Кори Сандерс, что он находится в золотой клетке, опять же, на коротком поводке, он не стал этого терпеть, он просто оставил титул чемпиона мира по версии WPO, поэтому мне кажется, что, дай бог, конечно, чтобы звёзды сошлись, и поединок второй боя Энди Руиса против Энтони Джошуа состоялся, он будет чрезвычайно интересным, очень интригующая обстановка вокруг этого поединка, но и давайте будем готовы к тому, что рассматривать варианты, что этот бой может и не состояться, Джонни Руис останется с поясами по версиям WBA и IBF, ну а титул WBO будет вакантным, и тогда уже за него будет бороться Усик, и кто там второй номер будет, может быть Энтони Джошуа, может быть тот другой, но это будет боец, это будет боец Адихьена. Вот за семь немножко запутанно, но ничего никогда просто не бывает. Мир бокса тот-то, боксеры защищают свои пояса в ринге, промоутеры защищают свои интересы вне ринга, и, если честно, там интриги королевских дворов просто отдыхают перед интригами на закулисье великого бокса. С вами был Юрий Нестеренко, подписывайтесь на наши видео, как и The Ring Blog, The Ring News, The Ring Show, заходите на наш сайт theboxing.com.ua, пишите по нашим адресам The Ring Show, собака.gmail.com и theboxing.sobaka.gmail.com. За всем прощаюсь и до новых встреч!